МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛТВ, программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Недавно мы обратились в местную администрацию. Хотели бы здесь, чтобы нам немножко почистили именно этот карьер. В округе продолжается санитарная расчистка водоемов. Распоряжение губернатора, где говорилось о том, чтобы каждый работодатель по возможности обеспечивал рабочие места, на нашей территории был открыт хостель. Индустриальный парк проверили на наличие нелегальных мигрантов. Уважаемые люберчане, дорогие гости, сегодня мы отмечаем наш праздник, праздник нашего города. С Днем города! Как люберчане отметили День города, расскажем в выпуске. Две команды, сильнейшие, попадут в финал, который тоже будет проходить в Москве в ноябре этого года. В округе проверили турнир континентальной лиги дзюдо. А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанных за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Вопросы, которые сегодня обсудим, у нас открыто на вчерашний день новые 4 объекта, 4 школы, также 3 детских сада. И после капитального ремонта открылась школа 18. Поэтому Виталий Владимирович расскажет о тех объектах, которые были реализованы и то, что будет в процессе реализовано еще в этом году. На территории городского округа Люберца только в 2023 году было открыто 5 объектов образования. Это школа и 4 садика. В текущем году мы открываем в два раза больше современных и новых объектов образования и являемся лидерами Московской области. Уже в учебном году для детей открыли свои двери 4 новые школы. Общей вместимостью 4670 мест. Кроме того, отремонтировали гимназию 18 в поселке Томильна, улица Чехова. Дополнительно хочется отметить, что осенью будет открыто еще два детских сада в городском округе Люберца. Такие, как детский садик на 350 мест в ЖК Желебино парк и детский садик на 300 мест в ЖК Люберецке, улица Юности. Об очистке водных объектов на территории городского округа. Ирина Валерьевна, пожалуйста. Мы продолжаем реализовывать планы по санитарной расчистке водных объектов в этом году на территории нашего округа. Восемь объектов уже расчищены, четыре у нас в работе. Обмеление Наташинских прудов волнует жителей северной части Люберец, которые просят сохранить любимое место отдыха у воды. Поэтому параллельно с реконструкцией Наташинского парка было организовано инженерно-геодезическое обследование сразу двух водных объектов. В августе специалисты уже приступили к работам. Их задача определить причину обмеления и дать рекомендации по восстановлению уровня воды в Наташинских прудах. Первые положительные результаты уже есть. Водоемы можно спасти. Но каким способом из расчета грунтовых вод и естественных осадков или через бурение артезианской скважин будет понятно только в сентябре. Следующий доклад о инвестициях, которые проект реализовывается на территории городского округа, доложит Сыров Андрей Николаевич. В 2024 году у нас планируется 38-70 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Это 15% росту к прошлому году. Основная динамика за последние три года представлена на слайде. Всего 27 инвестпроектов. Это 6 промышленностей, 17 light industrial, 4 в сфере услуг. У нас в 2024 году запущено будет, ожидаем, 5 инвестиционных проектов. Основной из них – это компания ТНЗМ. Компания получила на льготных условиях земельный участок и строит новый цех по производству весно-измерительного оборудования. 20 новых рабочих мест, минимум 400 миллионов рублей инвестиций. И, кроме того, здесь есть потенциал для дальнейшего развития предприятия. Крайний доклад о работе управляющих компаний, единой диспетчерской службы. Какое количество жалоб поступало от жителей? Поступали ли они? Виктор Толстиков, пожалуйста. За прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 5838 звонков, из которых зарегистрировано было 1999 обращений. По количеству обращений и процентов выполнения в срок по итогам прошлой недели ситуация у нас хорошая. Ни одна из управляющих компаний не попала в красную зону. В зеленой зоне 4 управляющих компаний со стопроцентным исполнением поступивших обращений. Все остальные управляющие компании в желтой зоне с достаточно неплохим процентом выполнения поступивших обращений. Руководителям всех управляющих компаний отдельное спасибо за то, что молодцы подтянулись. Никого в красных зонах нет. Просьба в дальнейшем также работать. По повестке у нас все вопросы. Будем заканчивать? Жители 15-го дома на Быковском шоссе в Малаховке заливают с кровли. То снег тает, то дожди идут. Проблемы начались после капитального ремонта жесткой кровли. С целью решения вопроса на место выехал инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и Государственному жилищному надзору Московской области, а также представители администрации и управляющих компаний. Стена, прям вот третий этаж у меня, между кухней и подлезом. Видите, вот эта стена, вот она была вся мокрая. 15-й дом на Быковском шоссе построен в 1960 году. И ни разу у жильцов не было нареканий. Но в 2016-м здесь в рамках программы капитального ремонта заменили кровлю. И с первой же весной жильцов залило талыми водами. Где-то понятно, оно начинает по стене течь, оно из розеток вытекает. И здесь, насколько мы посмотрели, здесь слуховые окна. Да, у вас как раз именно на слуховых окнах. Вот, и в этом заключении, которое сделали, там как раз написали, что неправильно примыкание вокруг слуховых окна. Да, да, мы это и нашли. Софья Павлова живет на четвертом этаже. Ремонтировать свою квартиру даже не пытается. Небольшой дождь и стены снова мокрые. Она боится короткого замыкания в проводке из-за воды и пожара. Пострадали не только жители четвертого этажа, пострадали еще и жители третьих и даже вторых этажей. Потому что все это протекало, текло по стенам, текло внутри квартир, текло по окнам, под оконников. Не раз обращались в управляющую компанию, их за это время у нас сменилось несколько. Предлагался и делался локальный ремонт, который эту ситуацию никак не изменил. В начале августа текущего года этот многоквартирный дом передали под руководство ЛГЖТ. Совместно с представителями администрации и экспертами провели проверку состояния крыши и выявили нарушения в технологии укладки профнастила и гидроизоляции. С жителями мы проговорили о алгоритме будущих действий. Соответственно, управляющая компания, которая была на месте, также получила указание о необходимости содействовать жителям в проведении общего собрания собственников. Для включения дома в программу капитального ремонта, в частности кровли. В краткосрочную программу капитального ремонта мы будем включать одновременно и кровлю, и внутренние инженерные системы. Поступило обращение от жителей по вопросу протечки кровли. Наши специалисты вышли на кровлю, провели обследование. Да, конечно, есть огромные замечания, и локальный ремонт в ближайшее время будет произведен. По результатам встречи и исследования крыши решено. Дом внесут в краткосрочную программу капитального ремонта. А пока произведут частичное восстановление кровли. Источник протечек устранят в течение месяца. На этот раз встреча в формате выездной администрации состоялась во дворе 16-й гимназии. В прошлом году жители многоквартирного дома 8-7 на проспекте Гагарина на общем собрании собственников собрали подписи для участия в программе «Мой подъезд». Обращения в управляющие компании приняли и МКД включили в список. Но из семи подъездов внесли только три. Когда я обратилась в управляющую компанию в этом году, нам сказали, что только три подъезда могут включить в эту программу. То есть четыре подъезда наши останутся на 26-27 годы. Разве это разумно так проводить работы по этой программе? Это весь дом загрязнится. Вы понимаете, и соседи, и все будут недовольны. На обращение жителей этого дома ответил глава городского округа Владимир Волков. Вот этот дом, адрес точный. Мы говорили на 8-7. Мы говорили на 8-7. Мы говорили на 8-7. Я карпул. Да. Что мы делали? Это самое главное. Ремонт на следующий год, на 25-й. Они три. Также жители обращались с вопросом о незаконном строительстве торговых площадок. На северной стороне Люберец в начале лета возвели три новых павильона. Продают, да, в основном овощи, развалы фруктовые. Все это стоит непосредственно близко от дороги, в открытом виде. Чаще всего там арбузы разрезаны, так вот стоит. Это одно из основных, наверное, нарушений. Также осуществляется продажа без кассового оборудования. Средникам полиции удалось вынести три постановления по трем точкам. Сегодня мы обратились уже непосредственно к главе города Люберец. Мы надеемся и очень хотим, чтобы вопрос взят был на контроль. И действительно, незаконные торговые точки были демонтированы. В ближайшее время эти торговые точки демонтируют. Ряд обращений коснулся благоустройства территорий, содержания контейнерных площадок и вывоза мусора. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. В городском округе проходит комплексная работа по санитарной очистке прудов, озер и рек в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Состояние водных объектов находится под пристальным вниманием жителей и представителей администрации. О водоемах, которые начали очищать, и о тех, которые уже чистые, расскажет наш корреспондент. В свое время, когда мы были еще маленькими, в нашем детстве, здесь все было очень чисто. Река, вода была чистая, мы здесь купались. По берегу мы гуляли с обеих сторон реки. В последнее время здесь все до такой степени замусорено, сюда уже никто не ходит. Раньше это место было любимым для прогулок жителей. Сейчас здесь много мусора, поваленных деревьев и зарослей. Река Пихорка протекает почти через весь округ на протяжении 12 километров. Люберчане обратились в администрацию с просьбой провести здесь санитарную расчистку. Их услышали, и работы уже начались. Сегодня мы вывели сюда подрядчика. По его прогнозу, примерно две недели он будет на этом месте, в связи с тем, что достаточно много мусора. Нам предстоит порядка 100 метров сделать опиловки, убрать прибрежную зону от мусора в Олежника, убрать береговую зону от поваленных деревьев. Мы, в принципе, все делаем под контролем и совместно с жителями. Еще один водный объект, на котором начали расчистку по просьбам жителей – Томилинский пруд по улице Кантемира. Последний раз здесь проводили санитарные работы три года назад. Выросло здесь, можно сказать, рядом с прудом. Было у его истоков. То есть, когда его здесь вырыли, источник наполнил этот пруд, и мы сюда пришли плавать. Я считаю так, что пруд надо чистить обязательно каждый год. Берега надо тоже привести в порядок, кроме вот того утиного островка. Пока подрядчики начали работы на новых водных объектах, представители администрации вместе с жителями проверили уже очищенные водоемы. В начале августа началась расчистка большого красковского карьера. Привели в порядок прибрежную зону, окосили камыш, опилили деревья сухостой и извлекли топляк. Только с этого водного объекта вынули больше 170 кубов мусора. Теперь это место чистое, а жители довольны. Недавно мы обратились в местную администрацию. Хотели бы здесь, чтобы нам немножко почистили именно вот этот карьер. Большое спасибо. Они очень быстро отозвались. Приехали нам на помощь, вызвали бригаду. Бригада здесь очень оперативно работала. Обрезала все деревья, собирала весь мусор. Мы довольны. Будем сотрудничать дальше. Также в начале августа приступили к санитарной расчистке и новокрасковского карьера. Сейчас работы завершены. За этот год в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» очищено уже пять водных объектов. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение. В Люберцах продолжаются рейды по выявлению незаконных мигрантов. На этот раз под проверку по обращению представителей общественности попал индустриальный парк в Октябрьском, где находится около 350 предприятий и складов. Наша съемочная группа присоединилась к инспекции. В одном из крупнейших индустриальных парков городского округа Люберцы работает около полутора тысяч человек. Большинство – местные жители. Доля трудовых мигрантов от общего количества сотрудников составляет 20%. Руководство промышленного кластера следит за тем, чтобы у всех иностранцев была регистрация по месту пребывания. Это одно из главных условий приема на работу. В распоряжении губернатора, где говорилось о том, чтобы каждый работодатель по возможности обеспечил рабочие места, на нашей территории был открыт хостел, на котором проживают наши сотрудники наших предприятий, сотрудники наших предприятий-партнеров по официальным договорам. Наш хостел находится внутри индустриального парка, вдали от всех жилых массивов поселка, под круглосуточной охраной. Кроме этого, у нас камеры подключены к безопасному городу. Специальная комиссия, куда вошли представители администрации, полиции, народной дружины и общественности, убедилась в этом лично. Посетив десятки промышленных предприятий и складов, сотрудники правоохранительных органов проверили документы 58 иностранных граждан. Жители жалуются о том, что здесь находится большое количество рабочих, которые работают также на данном предприятии. И, соответственно, в связи с этим мы посетили это место, выбрали его как точку для проверки сегодня. Все документы их сотрудники посмотрели. Нарушение миграционного законодательства не выявлено. Много здесь также работают жители именно поселка Октябрьский, которому предоставлены рабочие места. Это, наверное, как-то надо оценить. Если кто-то что-то и пишет, то придите. Для всех дверей-то открыто можно пройти, посмотреть. Тогда сфотографируйте там и предоставьте. По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, подобные рейды проходят регулярно, не реже одного раза в неделю. Под инспекцию прежде всего попадают объекты, на которые указывают жители. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение. В Люберцах задержан мужчина, обвиняемый в мошенническом хищении денежных средств у пожилых граждан. По данным следствия, соучастники, используя специальное оборудование, позволяющее скрыть реальный номер и местонахождение абонента, звонили пожилым гражданам и, представляясь сотрудниками государственных органов, заставляли выполнять указания для сохранения имеющихся у потерпевших денежных средств. Одной из жертв стала 79-летняя жительница городского округа Люберцы. Она передала курьеру наличные в размере 2 миллионов рублей. Задержанный молодой человек на допросе пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили стать соучастником мошенников и забирать денежные средства по указанным ими адресам. По данному факту, следственным управлением МВД России Люберецкое возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ. Мошенничество совершено в особо крупном размере. С учетом позиции представителей Люберецкой городской прокуратуры судом обвиняемого избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и установление иных соучастников преступления. Ход расследования уголовного дела контролирует Люберецкая городская прокуратура. Праздник, который ждали жители всего округа. Люберцам исполнился 401 год. В честь Дня города прошли концерты, творческие встречи, спортивные мероприятия. О самых ярких событиях праздника расскажут мои коллеги. Уважаемые люберчане, дорогие гости, сегодня мы отмечаем наш праздник, праздник нашего города. С Днем города. Город – это в первую очередь, конечно, люди. Люди, которые трудятся, которые живут, которые создают семьи. Решением Совета депутатов городского округа Люберцы от 28 августа 2024 года звание почетных гражданин городского округа Люберцы присвоено Ружицкому Владимиру Петровичу. Победителем окружного конкурса «Супер бабушка с дедушкой» рядышком 2024 «Становится семья Филатовых». В семье Филатовых Виктор Сергеевича и Ольге Юрьевне вручается сертификат на 100 тысяч рублей. Давайте все вместе, дружно и поздравим! Преодолели себя. Преодолели себя. Преодолели выше головы. Да. Своей дать себя не ожидали. Да. Чтобы участвовать в конкурсе, все-таки это нужно, иметь волю к победе все равно. И я не скажу, что это было легко. То есть, чтобы победить, нужно приложить усилия, приложить труд. Я хотел пожелать всем семьям в этот год семьи добра, мира, благополучия. Нашим бойцам, безусловно, одержать победу. И мы совершаем здесь, на Люберецкой земле, за всех люберчан, которые ныне на передовой, защищают рубежи нашей Родины, совершаем молитву. Настроение шикарное, погода отличная, атмосфера тоже. Поздравляю всех с праздником, желаю всего самого наилучшего, ну и всего-всего, как говорится. Хочу всем пожелать только одно, чтобы даже через 400 лет мы люберца не узнали, но историческое ее наследие всего нашего края сохранили. Я пою о тебе, город мой. Основная площадка Дня города – Центральный парк культуры и отдыха. Для люберчан и гостей округа подготовили культурно-патриотическую программу, спортивные состязания, выставку военно-полевой хирургии. Сегодня мы в рамках Дня города подготовили интересную программу. Это метание спортивных ножей, медицина – первая помощь, сборка-разборка автомата, военная подготовка и изготовление окопных свечей и маск-сетей. Подрудники кадрового центра Подносковья принимают участие в Дня города Люберцы. Мы предлагаем такие услуги, как организация собственного дела, предоставляем субсидию граждан, которые открыли собственное дело с помощью центра занятости. Музыкальная тема из заставки какой? Передача. Кампус Люберцы «Территория молодежи» развернулся в самом центре Центрального парка. И сегодня для наших ребят подготовили, конечно же, интересные игры, шейкер-квиз. Всех поздравляю с праздником, с днем рождения Люберцы. Желаю, чтобы все время все было хорошо, и этот город все время менялся и улучшался. Я поздравляю всех земляков с Днем города. Желаю вам счастья, любви, благополучия. У нас самый лучший город. Люберцы, мы любим вас. В День города работали пункты сбора гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей. Одна из благотворительных площадок расположилась на территории Дворца спорта «Триумф». Люберчане приносили одежду, медикаменты и средства личной гигиены. От представителей администрации, совета депутатов и предпринимателей городского округа – рации, бензиновые генераторы и строительные материалы. У нас непростое сейчас время в нашей стране. И вот мы приняли решение принять участие в такой акции, как помощь городу Курску. Собрали медицину небольшую и привезли сюда. Жалко людей, которые остались в таком положении. Ну, хоть как-то мы решили помочь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, вам вставать? Да. Поднимайте. Вроде как помощь, которая нашим землякам необходима. Очень хорошее дело. Спасибо вам большое. Они очень нуждаются сейчас в этой поддержке. Все. И непосредственно от нас спасибо, благодарность, что вы нам помогли, со школы помогли. И совсем-совсем прям огромное. Огромное спасибо, что вы с нами, с Курском, с Белгар. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами песню допоем. У нас сзади представлены наши трофеи. То, что мы привозим оттуда, с СВО, потому что я туда езжу три раза в месяц. Там и трофеи, и натовские трофеи лежат. Там куртка есть трофейная немецкая, и нашлемник украинский, и рожок снайперской винтовки. Ну и наши стрелы, иглы, гильзы, рации. Тем, чем мы воевали. И люберцы, и администрация, они содействуют нашим бойцам, помогают им развиваться. И, ну, в целом, поддерживают и дают возможность рассказать о себе, рассказать о своих подвигах. Сняли очень много также военных материалов, показывали быт наших солдат. Ну и в целом, как бы, чтобы жены, близкие, друзья, они видели, что солдаты там, они ждут так же, как и их дома ждут, и что все у них в порядке. У нас проходит мастер-класс в рисовании. Очень понравилось мероприятие. С удовольствием, приходим каждый год. С днем города. Сегодня день города. Я защищал честь. Город и честь Люберец. Вот. Москва не могла сегодня победить. Занимайтесь спортом, тренируйтесь, поступайте, и все будет круто. Три, два, один, старт! Одного повторения выполняют наши богатыри. В Люберцах проводят отличный праздник, отличный день города и прекрасные соревнования по силовому экстриму. Мы приехали представить нашу область, показать, что мы можем, и посмотреть, как будет происходить выступление других участников. Люберцы, с днём рождения, мы любим тебя! Вечером Люберчан поздравили заслуженные артисты Московской области, лауреаты всероссийских конкурсов, лучшие вокальные и танцевальные коллективы округа. Мой город любит ты, любит ты, любит ты, мне так нужны твои улицы, пусть всё хорошее сбудется. Зрители аплодисментами поддерживали выступление артистов и подпевали каждой песне. Завершился 401-й день рождения Люберецкого края исполнением гимна России. «Славься, Отечество, наши свободные!» Богдан Колесников, Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников и Пётр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Долгожданные встречи после летних каникул и первый звонок на урок. В городском округе Люберцы в этом году за парты сели более 5,5 тысяч первоклассников. Как прошли торжественные линейки в школе новостройки «Созвездие» и в обновленном корпусе 18-й гимназии, узнала наша съемочная группа. Первая торжественная линейка. В руках цветы, на лицах улыбки. Детских голосов и шума здесь еще не было. Школа «Созвездие» в жилом комплексе «Первый Лермонтовский» достроена в этом году и впервые открывает двери. Со знаменательным событием учеников и учителей поздравил глава городского округа Владимир Волков. Ребята, старайтесь, получайте знания, стремитесь учиться, быть, конечно, если не пятерочниками, то хотя бы с хорошими оценками, хорошистами. Ребята, старшеклассники, также завершайте процесс школьный, переходите уже на другую ступень, поступайте в высшее учебное заведение. Мы всегда ждем вас, ждем в нашем округе, как уже специалистов-дипломеров. Наша школа – это не просто здание. Это место, где мы будем получать новые знания, где мы будем развиваться и расти. Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто создавал эту школу. Огромное вам спасибо. Кто-то утром ждал такого, не сомкнул почти 100 глаз. Я шагаю в город в школу, самый главный первый класс. Главные герои праздника – первоклассники. В созвездии их больше 200 человек. Среди них Мария Беляева свой первый учебный день ждала с нетерпением. У нее важная миссия – дать первый школьный звонок на урок. У нас сегодня день праздник, день знаний. Я пошла сегодня в первый класс. Я очень ждала и я рада. Я сегодня дала первый звонок в нашей школе. А в поселке Томилино учеников встречала 18-я гимназия. С конца 23-го года корпус был закрыт на капитальный ремонт. Сейчас работы на стадии завершения. Первоклассников с их первым учебным годом поздравили представители администрации, учителя и родители. Сегодня замечательный праздник. 1 сентября – День знаний. Мы открываем сегодня наш новый обновленный корпус гимназии после капитального ремонта. Сегодня первыми вошли в новый современный корпус наши первоклассники. На ближайшее время мы завершаем все ремонтные работы. И в ближайшее время уже полностью наш корпус наполнится детским смехом ребят с 1 по 9 класс. Всем первоклассникам в честь Дня знаний раздали мороженое. Всего в городском округе в этом году начнут свою работу 4 новые школы. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. На улице Мичурина в День знаний торжественно открыли второй корпус гимназии номер 56. На праздники в самой большой школе Красково побывали мои коллеги. За процессом строительства, который продолжался два года, тщательно следило все Красково. В здании разместились 44 учебных класса, просторные актовые спортивные залы, столовая. Благодаря открытию этого корпуса в поселке полностью ликвидировано обучение во вторую смену. Да, настроение прекрасное у меня, у всей компании. Мы очень рады, что открываем сегодня эту школу. Мы одновременно сейчас открываем школу на нашем ЖК «Облака» и недавно открыли детский садик. А в следующем году мы приступаем к строительству, пристройке школы в нашем ЖК «Таново-Тамильно». Я очень рада, что она находится у нас тут, потому что мой дом соседний далеко. Если раньше в старой школе мне далеко надо было ходить, а я чаще на машине ездила, то теперь я могу сама одна ходить. Теперь у нас есть новые возможности и будем больше пятерок приносить домой и маме. Пока школьники готовятся к праздничной линейке, в кабинетах последние приготовления к новому учебному году. Я выпустилась только из педагогического колледжа в этом году как раз таки. И вот молодой специалист пришла в новую школу, первое место работы. Очень волнуюсь на самом деле, но думаю, все будет отлично. Поскольку школа новая, она очень хорошо располагает к получению новых знаний, к отличным отметкам. Учебный корпус «Спектр» в составе одного из сильнейших образовательных учреждений региона. Коросковская 56-я гимназия занимает 10-е место в топ-100 лучших школ Подмосковья. Первый праздник в новом корпусе собрал людей, которые следили за его строительством и с нетерпением ждали открытия. Получилась очень красивая школа. Вы уже ее посмотрели, видели, ребят, назнакомились? Нравится школа? Желаю всем, конечно, учителям, в первую очередь, терпения. Ребята, а вам впитывать знания, получать их и становиться, ну если не абсолютными пятерышками, то абсолютно точно хорошистыми. Добрый путь. Я, как человек, который достаточно часто участвует в тех или иных строительных процессах, точно могу сказать, что это прям суперсовременное образовательное учреждение. А судя по тому, какое количество людей сегодня здесь и какой интересный педагогический состав, то здесь будет, на самом деле, очень здорово. Напутственные слова гимназистам и педагогическому коллективу от первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева, депутатов Мособлдумы, представителей духовенства. Генеральный директор компании-застройщика Сергей Патрикеев вручил директору 56-й гимназии Наталье Мартиросовой символический ключ. Мы уверены, что в нашем спектре каждый ребенок сможет раскрыть весь спектр своих талантов и возможностей. Каждый учитель сможет реализовать весь спектр своих самых фантастических творческих планов и надежд. И каждый родитель получит огромный спектр возможностей гордиться достижениями наших детей. И вот он, первый школьный звонок. Уже через несколько минут ученики займут места за партами. И какой у нас первый урок по понедельникам? Разговоры о вас. Конечно, но все ничего не забыли. В поселке Красково появилась еще одна историческая дата – 2 сентября 2024 года. Долгожданная школа на улице Мичурина принимает 1100 детей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В техникуме имени Гагарина открылся образовательно-производственный центр. Теперь студенты смогут применить теоретические знания на практике. О новом оборудовании кластера и новых возможностях в сюжете Богдана Колесникова. Весной техникум выиграл федеральный грант в размере 100 миллионов рублей на создание кластера авиастроения. Сейчас уже создан и оснащен современным оборудованием образовательно-производственный центр, лаборатория и шесть высокотехнологичных учебно-опытных участков. Всё верно. Сейчас отворачиваешь, потом после этого промываешь и устанавливаешь на место. Роман Беландинов обучается специальности эксплуатации беспилотных авиационных систем. Сейчас третикурсник обслуживает двигатель внутреннего сгорания, который после диагностики будет стоять на беспилотнике. Здесь у нас многому учат, дают большие возможности с этим. Выступали на соревнованиях. Спасибо нашему техникуму. Нас подготовили к ним на чемпионате России по внешнему пилотированию беспилотников. И вошли в топ-10. При появлении новой лаборатории оборудования, которая у нас появилась, я бы взял реванш на чемпионате России. Потому что теперь, возможно, подготовиться намного лучше и намного продуктивнее будет работа. Здесь у нас ребята учатся эксплуатировать как беспилотные летательные аппараты, так и летательные аппараты традиционной авиации. Они занимаются техническим обслуживанием, предварительно изучают эти предметы и далее начинают работать руками. Это, по сути, парк троллинг для коптера. У нас здесь есть демиономер, который будет определять состояние для препятствия и срабатывать. А это производственный участок для изготовления и ремонта деталей беспилотников из полимерных материалов. В первый учебный день студенты уже проявляют интерес к будущей профессии. Только что поступил на данную специальность, то есть эксплуатация беспилотных авиационных систем. Потому что друзья посоветовали, а также был у меня опыт в данной сфере. Я хочу научиться 3D-моделированию, а также хочу научиться летать на беспилотниках. Конкретно в данной лаборатории у нас используется 3D-печать. Также в изготовлении на фрезерных станках с ЧПУ оснастки. В первую очередь для изготовления рам беспилотных летательных аппаратов, узлов полезной нагрузки. А также для восстановительного ремонта различных элементов и узлов. Ребята смогут научиться моделированию этих узлов и деталей, изготовлению, финишной обработке, сборке. То есть мы здесь можем осуществить полный цикл производственной ремонта узлов, либо изготовления дополнительных узлов. В Люберецком техникуме имени Гагарина 375 первокурсников. Из них большая часть будет углублять практические знания в новом образовательно-производственном кластере. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. В Малаховке состоялось торжественное открытие государственно-частного детского сада «Почемучка». Дошкольное учреждение готово принять 180 малышей. Какие для них созданы условия, покажем в следующем сюжете. Эти помещения, где совсем недавно завершился ремонт и установка мебели и оборудования, уже наполнились детским смехом и веселым шумом. Теперь на месте старого заброшенного здания функционирует современное дошкольное учреждение. Его открытие стало настоящим праздником для детей и их родителей. Садик очень красивый. Я даже скажу, наверное, один или самый красивый, или один из самых красивых в нашем округе. И не только в округе, а в Подмосковье. Мы очень рады, что Мария Михайловна, Игорь Валерьевич открыли на нашей территории. Подобный объект, конечно, мы будем и в дальнейшем поддерживать, если будут мысли по реализации либо школы, либо детских садов. Будем только вам всегда во всем помогать. В детском саду 8 групп, 4 из них ясельные. Учреждение оснащено современным интерактивным оборудованием, спортивным, хореографическим, музыкальным залом и пищеблоком. На первом этаже бассейн и соляная пещера. У нас интерактивная песочница, умное зеркало для логопеда. Интерактивная дорожка, чтобы дети бегали, развивались и спортивными. Спорт вместе с обучением. Потому что моторика и движение все это не связано, поэтому детям будет легче, например, запоминать тот же английский язык. Дети в дальнейшем могут пойти в школу, и уже у них какие-то будут навыки в обучении, в чтении, в математике. Штат сотрудников уже полностью укомплектован. Перед тем, как попасть в этот детский сад, воспитатели прошли специальную стажировку в аналогичном учреждении в Подмосковье. Луиза и Гязарян Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение. Новый микрорайон Люберец-Жулебино-Парк развивается. Сейчас готовится к открытию еще один новый детский сад на улице Летчика Ларюшина. В коридорах и группах запах свежей краски. Рабочие выполняют внутреннюю отделку, монтируют вентиляцию и устанавливают технологическое оборудование. В этом детском саду на 350 мест предусмотрены 14 групп для детей от 3 до 7 лет. Актовый и спортивный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Во дворе садика уже установлены веранды, горки и качели. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию запланировано на третий квартал текущего года. Объект очень современный, качественный. Самое главное, что он готов уже на 95%. И в этом году дети пойдут в этот новый детский сад. Еще в том году, только буквально в начале этого, мы открывали через бульвар напротив такой же сад на 350 мест. Но так как микрорайон большой, развивающийся, очень много молодых семей, была необходима строительство еще одного объекта. Во дворце спорта «Триумф» прошел заключительный отборочный турнир континентальной лиги дзюдо. За право выступить в суперфинале боролись 8 мужских команд. Кто стал победителем, узнаем в следующем сюжете. Континентальная лига дзюдо направлена на повышение уровня подготовки спортсменов и популяризацию дзюдо в России. Проект объединяет лучшие клубы страны для обмена опытом и совершенствования навыков. На соревнованиях встретились команды Москвы, Ташкента, Санкт-Петербурга, Волгограда и Казани. Две команды сильнейшие попадут в финал, который тоже будет проходить в Москве в ноябре этого года. Соревнования проходят по правилам Международной Федерации, то есть очень важно выиграть либо броском чистую победу, можно добиться удержанием, можно добиться удушающим и болевым приемом. Ихван Идил Султанов представляет клуб турбостроителей из Санкт-Петербурга. Его бой на татами длился больше пяти минут. Но из сложного состязания Ихван вышел победителем, чем заработал команде первый победный балл. Очень достойный соперник Шамиль Гаджиев. Мы с ним находимся в одной команде, сборной команды России. Каждый день с ним боремся. Сегодня так получилось, что я выиграл. Он хотел меня в плотной борьбе бросить. Я почувствовал, как хочет назад меня выкинуть. Я зацепил его ногу, и он сам на себя провалился. И так и получилось. В финальном бою со счетом 3-0 победу одержала команда турбостроителей. Континентальная лига дзюдо в Люберцах проходит впервые. В рамках соревнований подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Всероссийской Федерацией дзюдо, областной федерацией и администрацией муниципалитета. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях, либо на нашем сайте ltv24.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин